Музыка Сегодня мы поговорим о пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, в местах с массовым пребыванием людей. Эта программа «Выход есть» мы начинаем. Музыка Торговый центр – объект особого внимания. Люди здесь приходят делать покупки, разлезться и не всегда думают о безопасности и как она организована в торговом центре. Сейчас мы спросим у представителя пожарной охраны, как обстоят дела с пожарной безопасностью на данном объекте. Скажите, пожалуйста, что это такое? Это план эвакуации с конкретной части здания. Этим же планом эвакуации также может воспользоваться любой посетитель? Абсолютно правильно. Любой посетитель, зайдя в торговый центр, в первую очередь должен изучить план, если особенно мы еще находимся с маленьким ребенком здесь. Вот эти стрелочки указывают нам пути? На направление эвакуации людей, на ближайший выход. Мы можем определиться по схеме, где мы находимся, и по стрелкам определиться, в какой ближайшей дверь, выход мы должны эвакуировать. Как я понимаю, этот план эвакуации покрыт специальной светоотражающей пленкой? Здесь нанесена фосфорная основа, в дневное время суток набирает на себя свет, и при отключении света она светится. Как действует свет на план эвакуации? Вот, накопился свет, и как светится он намного ярче в отношении всего плана эвакуации? Сейчас мы на примере, посмотрим, как действуют персонал и покупатели в торговом центре. Что сейчас должно произойти? Сейчас произойдет включение системы дымоудаления, разблокировки дверей, открытие клапанов дымоудаления, отключение общеобменной вентиляции, остановка лифтов и открытие дверей на первом этаже, оповещение об эвакуации. Так, ну, двери в данный момент разблокированы, можно выходить, да? Да. Ну, вот сейчас сработало оповещение, это, наверное, тревога, да, тревога. А что мы должны делать в данный момент? Войдя в торговую площадь, на каждом выходе и входе есть планы эвакуации, которые предназначены для обычных людей. Там указаны ближайшие выходы. Вы должны для себя определить, какие ближайшие выхода есть здесь и куда вам необходимо в случае вот этой ситуации двигаться. Ну, естественно, набрав тележку, корзинку или что бы это было, вы никуда не идете рассчитываться, вы убираете в безопасную зону. Я ее оставляю. Березину, да, в сторонку. Ставлю здесь. Так, и что мы дальше делаем? И двигаемся в направлении выходов. Как правило, во всех торговых центрах в направлении эвакуации людей указано либо световыми табло, которые горят у нас, выхода эвакуационные, они подсвечиваются световыми табло в выход. Вот нужно двигаться как можно быстрее, без паники в направлении этих выходов. Клапан дымоудаления открылся и происходит вытяжка. Таких клапанов три. Куда мы идем и что мы сейчас должны увидеть с вами? Еще один механизм сработавший, это противопожарная штора опустилась, препятствующая распространению огня из одного помещения в другое. Мы проверяем, не остались ли люди в помещении. Пользуясь случаем, попытаюсь своими глазами с помощью камеры, находящейся в руках, эвакуироваться из торгового зала. Люди эвакуируются. Проходите, пожалуйста. Людей эвакуируют. Услышал сигнал от тревоги. Понял, что тревога не учебная. Следую к самому ближайшему выходу. Информации это достаточно? Слышно все? Конечно слышно, все слышно прекрасно. И ясно, куда идти, правильно? Да. По табличкам выход, указателям все понятно, куда идти. Прошу обратить внимание, лифт находится на первом этаже, он открыт. Во время сработки сигнализации они открываются и не работают. Поэтому лифтом уже пользоваться во время тревоги никак не получится. Сейчас мы с вами находимся в помещении службы контроля и зададим несколько вопросов старшему смены. Вот на данный момент на первом этаже произошла сработка пожарной сигнализации. Каковы ваши действия? При поступлении сигнала на пульт дежурного запускается оповещение дымоудаления пожарной сигнализации. Я сообщаю в первую очередь по радиостанции на этаж. Человек идет, проверяет. Ну и звоню естественно в МЧС. Ну допустим, человек, который находился в торговом центре, увидел где-то возгорание, либо задымление началось, но датчики никакие не сработали. Чем он может воспользоваться? Кому он должен сообщить или может быть что-то нажать? Он может сообщить службе контроля непосредственно нам. Ну и на каждом этаже есть по несколько кнопок, которые при нажатии, то есть, также запускают дымоудаление и саму пожарную сигнализацию, то есть оповещение. Помимо того, что я вижу, что происходит вот здесь вот у нас на мониторах, где произошла сработка, то есть я также могу определить по камерам это место, вычислить. Камеры показывают практически все этажи, да? Слепых зон в принципе нет, да? Слепых зон у нас на камерах вообще нет. Также человек, обнаруживший возгорание на этаже, может с нами связаться по телефону обратной связи. Вот здесь вот они все находятся, 4 телефона. А на этажах их видно? На этажах они есть на каждой лестнице. Каков процент того, что пожар может возникнуть, допустим, в этом торговом зале? Здесь такая пожарная загрузка? Имеется стеллажное хранение. В таких крупных центрах, где такая пожарная загрузка идет, помещение, предусмотрено водяное пожаротушение. Вот мы видим, внутри труб у нас давление воды стоит. Допустим, при возгорании товара происходит нагрев, срабатывает датчик, у нас автоматически происходит тушение пожара именно водой под давлением. Не дожидаясь пожарных, срабатывает система, она получается автоматически, да? Абсолютно правильно. Она в автоматическом режиме производит тушение. Эта система идет в связке с автоматической сигнализацией, с автоматической системой оповещения. То есть тут же включается оповещение, тут же эвакуируются люди. В торговом центре имеется внутренний пожарный водопровод, то есть это пожарные краны. Допустим, мы попали в торговый центр на автомобиле, мы услышали сработку пожарной сигнализации. Каковы наши действия? Мы можем вернуться, забрать автомобиль? Если мы находимся в подземной парковке и видим, что да, произошла сработка сигнализации, видимых загораний на парковке нет, естественно, мы быстренько садимся в машину и двигаемся на улицу в безопасную зону. А если мы слышим в торговом центре, что произошла сработка, не зная, не видя, мы двигаемся, естественно, в безопасную зону, также на улицу. Лучше выйти из здания и подождать, что скажут специалисты. Все верно. Подведем итоги. В случае сработки пожарной сигнализации в торгово-развлекательном центре, в первую очередь, вы должны найти план эвакуации и выбрать наиболее короткий и безопасный путь. Второе. Если вы находитесь в торговом зале и не рассчитались за товар, просто оставьте корзину и двигайтесь к выходу. И третье. Не паникуйте. Ваша безопасность зависит только от вас. Выход есть. Субтитры создавал DimaTorzok